Здравствуйте! Журналисты своего ТВ продолжают работать, чтобы вы могли узнать обо всех событиях, происходящих в крае. Меня зовут Никита Шишков и вот главная тема этого выпуска. Больницы вздохнут в полной грузию. На Ставрополье стартует производство медицинского кислорода. В Буденовском районе стартовала уборка хлопка. Подробности в сюжете Яны Лукошкиной. Выделено или общее? Автобус или личный автомобиль? И как победить пробки? Поищем ответы на вечные транспортные вопросы. Итак, мы начинаем. Пострадавшие от пожаров в Ставрополе получат помощь от краевых властей. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров на еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве. Напомним, накануне вспыхнул пожар в многоэтажке на улице Пригородной. 200 человек эвакуировали. Трое жильцов пострадали. Двух пришлось госпитализировать с ожогами. Причина ЧП сейчас устанавливается. Помощь получат и те, кто пострадал от пожара частично. Им выплатят по 50 тысяч рублей на человека. Кроме того, все жильцы дома получат по 10 тысяч рублей, как пострадавшие от ЧП. Владимиров также поручил провести все необходимые ремонтные работы и экспертизу, которая покажет, возможно ли в дальнейшем эксплуатация здания. Медицинский кислород начнут выпускать на Ставропольских заводах. Поручение организовать производственный процесс дал губернатор. На совещании краевого координационного совета по борьбе с коронавирусом. Запустить производственные линии планируют в Буденновске и Невиномыске. Предприятия там имеют всю техническую возможность для выпуска медицинского кислорода. И готовы его наладить после прохождения необходимых процедур лицензирования. Одна из важнейших тем заседания – усиление профилактических мер в отраслях экономики, возобновивших свою работу. Я понимаю, всем нужно зарабатывать. Мы сегодня все делаем для того, чтобы люди могли зарабатывать. Но люди болеть начинают больше. Соответственно, чтобы нам не перейти обратно в закрытие, а вы видите, что уже во многих регионах, да и в странах мира, обратно происходят карантинные мероприятия, которые приводят к закрытию полному бизнеса. Собирайте бизнес, объясняйте, кто в автобусе едет без масок – не сажать, кто на кассу пришел или в магазин заходит – не пускать, в ресторане – не обслуживать. Мы продолжаем. Тему для следующего материала нам подсказала ежедневная дорога на работу. В Ставрополе водители уже около месяца привыкают к новой схеме движения. Сразу четыре улицы в центре города лишились выделенных полос для автобусов. Мера эта призвана разгрузить дороги и избавить район от пробок. Но получилось ли? Есть ли побочные эффекты от расширения автопотока? Подробности в следующем сюжете. Если вспоминать старую аналогию о том, что город – это живой организм, а его улицы – кровеносная система, то тромбов, читай, пробок, не хочется никому. И выходит, что борьба с заторами, оптимизация трафика – головная боль любого градоначальника, в какую часть света не посмотри. И если уж продолжать тему медицинских аналогий, то диагностику и лечение все назначают разные. Кто-то расширяет дороги и строит развязки в центре города, кто-то запускает новые маршруты общественного транспорта, а кто-то дает автобусам приоритет и выделенные полосы. В Ставрополе решились на эксперименты и, по сути, упразднили выделенки сразу на четырех центральных улицах. На Пушкина – от Серова до Лермонтова, на Льва Толстого – от Серова до Ленина, а также на Маяковского и Голенева до проспекта Карла Маркса. В итоге по одной полосе в общем потоке теперь могут ехать все. И где раньше автобус быстро проезжал, теперь приходится ждать несколько светофорных фаз. Ну, немножко дольше. Вот бывает Голенева, Карла Маркса, вот там стоим. Взряли стала ехать пробка? Протительно. Почему плохо? Потому что все сюда едут, ну, пробки сумасшедшие. Обычные водители, наоборот, перемены одобряют. Хорошо ли стало? Да, думаю, да, почему бы и нет. В плане того, что дороги же разгрузились. Отлично. Удобно стало ездить? Вообще обалбенно. Между тем, сервис Яндекс.Пробки оптимизм автомобилистов не разделяет. Что утром, что вечером район проспекта Карла Маркса, как воспаленный узел, выделен красным. И вот четыре часа вечера до проспекта Карла Маркса еще два квартала по Голенево, но поток машин уже стоит. И стоит он как раз на свежеосвобожденной, выделенной полосе. И что интересно, с противоположной стороны машины могут легко проехать. Урбанисты говорят, что итог этот закономерный. Расширение дорог, как лекарство от пробок, работало, ну, может быть, полвека назад. Сейчас машин стало столько, что магистрали на всех не хватает в любом случае. Решение видят в том, чтобы сократить использование личных автомобилей в центре города и дать жителям удобный альтернативный транспорт. Мировая практика показывает, что добавляя одну полосу, стимулируется, в общем-то, автопоток. Люди начинают больше приобретать машин и, в общем-то, приводит это еще к большим пробкам. Однако, если едешь в комфортабельном автобусе и едешь по выделенной полосе, то и человек, который сидит в машине, он наблюдает такую сцену, как мимо него пролетает автобус. В следующий раз он может задуматься, а может быть, мне завтра поехать на автобусе. Само собой, современное автобусное депо, которое работает по четкому расписанию и побудит автомобилиста все-таки оставить машину дома, для городского бюджета трата существенная. Поэтому в комитете горхозяйства пока начали только с перемен в схеме движения. Говорят, мера это временная. Сейчас прорабатывается новая карта выделенных полос, которая станет более системной и захватит спальные районы. То есть было принято разгрузить и эти улицы. Да, согласен. То есть для общественного транспорта послужили некие неудобства. Когда мы установим датчики на основных перекрестках города Ставрополя, это будет более ста перекрестков. То есть после этого, когда мы проведем мониторинг, мы дальше уже будем схему эту разрабатывать. Расчертить новые полосы планируют надаваторцев Ленина, Лермонтова и Кулакова. Кстати, такой же путь прошли лет 15 назад Москва и Петербург. Теперь дороги там часто сужают и на основных улицах делают выделенки для общественного транспорта и такси. В Ставрополе же в следующем году планируют закупить 40 современных троллейбусов и продлить их маршруты. И, возможно, тогда многие красные улицы в часы пик на картах постепенно начнут зеленеть. Никита Шишков, Ярослав Пересыпкин и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. И вот еще про транспорт. Региональное управление ГИБДД опубликовало промежуточную статистику за год о работе систем фото-видеофиксации на дорогах края. И результаты весьма впечатляющие. С января по ноябрь на Ставрополье камеры зафиксировали, внимание, миллион двести с лишним тысяч правонарушений. Это в основном превышение скорости, игнорирование дорожной разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора. Фонд штрафов тоже внушительный. Уже 794 миллиона рублей. Кстати, неусыпно следят за дорогами региона 130 камер. И, судя по результатам, обмануть их невозможно. Так что, земляки-автомобилисты, давайте до конца года не будем пополнять статистику. Ну а если ее и пополнять, то в конструктивном ключе. Вот, например, в Буденовском районе стартовала уборка хлопка. Да, белые ватные коробочки убирают с полей ближе к зиме. Поэтому эта жатва выходит чуть менее жаркой, чем привычная любая другая. Ну уж очень красивая, надо сказать. О всех тонкостях пушистого ремесла и планах развития сюжет Яны Лукошкиной. Коробочка скрывается. Вата, она из коробочки легко, вот она легко достается. Это первый и самый главный сигнал. Пора приступать к уборке хлопка. Дождались его фермеры только в середине ноября, когда стали подступать первые морозы. Такую погоду хлопок не любит, так что уборка должна пройти оперативно, чтобы растение не успело потерять своих ценных качеств. На Ставрополье это уже вторая уборка хлопка в промышленных масштабах. И результаты аграрии обещают высокие. Мы на сегодняшний день точно знаем, вот сейчас мы замерили, от 30 до 40 центров мы сейчас уже собираем. На сегодняшний день. Это очень хороший, это хорошая урожайность, даже в масштабах европейских стран, там это Турция, Греция, даже на этом уровне. Сейчас под белоснежное растение отведена площадь в 54 гектара. Однако уже в 2021 хлопкам планируют засеять территорию в 20 раз больше. Для уборки закупят еще 5 специальных комбайнов. Так постепенно Ставрополье готовится стать главным поставщиком сырья для текстильной промышленности страны. Хлопок не зря называют белым золотом. Из него делают лучшие натуральные ткани, нити и вату. Применение нашли семенам, которые находятся внутри коробочки. Из них делают муку и масло. Все это планируют производить здесь же, в Буденовском районе. В этом году в строительство перерабатывающего завода вмешалась пандемия. Тем не менее, проект планируют завершить в ближайшее время. А поучаствовали в уборке хлопка Яна Лукошкина и Владимир Ходорев Ставропольское телевидение. Ну а если вам есть о чем нам рассказать, то пишите в мессенджеры, ватсап и телеграм. По этому номеру также присылайте фото. В видеоописание мы сделаем репортаж. Далее прогноз погоды с моей коллегой Марией Никитиной. Она знает все о капризах небесной канцелярии. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. О погоде на вторник, 17 ноября, узнаете прямо сейчас. В Ставрополе пасмурная погода. Ожидаются дожди. Днем плюс 5, ночью плюс 1. В Изобилинском и Новоалександровском также пасмурная погода. По прогнозам дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 1. В Пятигорске и Минеральных водах значительная облачность. По прогнозам пройдут ливневые дожди. Днем плюс 7 градусов, ночью плюс 1. В Кисловодске пасмурно. Вероятность тумана 11%. В вечернее время пройдет дождь со снегом. Температура воздуха плюс 4 градуса днем и минус 1 градус ночью. На востоке края также пасмурно. В Ипатово и Буденновске ожидаются дожди. Днем плюс 5 градусов тепла, ночью плюс 1. Между тем, в Дивном, Арсгире, Нефтекумске преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 6 градусов, ночью столбик термометра опустится до нуля. Сегодня хочу поделиться с вами уникальными работами Виктора Куликова из Нарьярмара, который на протяжении 7 лет ведет фотоохоту за небесным свечением. За это жители округа называют его охотником за северным сиянием. Виктор много раз видел северное сияние. Я уже рассказывала вам, что это природное явление бывает разным, но чаще всего светло-зеленого цвета. Интересно то, что многие жители округа обращаются к нему за новостями о ближайшем северном сиянии. На этом у меня все. Увидимся на своем.